Итак, мы переходим к нашей сессии, и сегодняшний первый доклад будет посвящен как раз основным принципам современной иммуно-онкологии. О них нам расскажет Алексей Викторович Новик, работник научно-исследовательского института имени Петрова. Пожалуйста, Алексей Викторович. Доброе утро, дорогие коллеги. О конфликте интересов. Что хочется сразу сказать о больших принципах. С точки зрения иммунной системы опухоль – это такое сложное единственное противоречие, потому что, с одной стороны, опухоль происходит из своего организма, значит, она своя. С другой стороны, в опухоли очень много антигенов, на них можно среагировать. Опухоль характеризуется крайне высокой изменчивостью, что дает нам новую прибавку в новых антигенах. А с другой стороны, иммунная система может сама выращивать опухоль, она может быть необходимым фрактуром для ее роста. Опухоль сама может до какой-то степени управлять иммунной системой. Но и с другой стороны, сама по себе иммунная система может теоретически потенциально уничтожить любую опухоль. Ну и современное достижение, в первую очередь, фундаментальное и во многой большой степени клинической иммунологии, онкоиммунологии, показывает, что у любого иммунотерапевтического средства наблюдается некоторый дизуализм действия. Конечно, они назначаются для того, чтобы лечить злокачественное новообразование, но, с другой стороны, они могут в редких случаях способствовать его росту. Очень важны иммунологические маркеры, как гагностические факторы, как факторы мишени, и мы на сегодняшний день, наверное, еще не до конца понимаем в основном этих параметров. С другой стороны, большое количество участников иммунной системы, их разнообразие, ее динамичность, как раз это те инструменты, которые позволяют преодолеть гидрогенность и эволюцию опухолевых клонов, и таким образом добиться стойкого излечения даже на поздней стадии. И чтобы говорить о иммунной системе, необходимо представлять, как это все движется. Здесь, конечно, сильно упрощенная схема, но у нас есть опухолевая клетка, антигены, которые попадают в окружающую ткань, презентируются дендритными клетками, а презентируются только те, которые могут быть презентированы в данном конкретном организме. Дендритные антигенопрезентирующие клетки встречаются с Т-лимфоцитами, активируют их последствием костимулирующих сигналов на поверхности, последствием цитокинов, индуцируют развитие клеточного, гуморального и неспецифического иммунного ответа на опухоль. Ну и, соответственно, параллельно накапливается банк клеток памяти и включаются механизмы торможения иммунного ответа. И поэтому, что бы мы ни делали с иммунной системой, мы в любом случае будем запускать полный цикл. Мы узнаем лишь точку воздействия, на которую мы начинаем влиять, чтобы активировать весь процесс. Это могут быть методы усиления презентации антигена, это различная вакцина, методы модуляции работы иммунологического симптома, торможение тормозных сигналов, активация активирующих сигналов, это те иммунологические контрольные точки, о которых все говорят, методы воздействия на кинетику иммунного процесса, всем известны цитокины, адаптивная клеточная гуморальная иммунотерапия, причем, что гуморальная, это моноклональные антитела, которые, как мы знаем, это уже неотъемлемая часть онкологии, методы устранения иммуносупрессирующих факторов и воздействия на опухоли с последующей активацией иммунного ответа. И к этим группе методов относятся те препараты, которые, казалось бы, сами по себе обладают противоопухолевым действием, но иммунологический компонент которого очень важен. Вот последний пример – это важность иммунологического ответа на, казалось бы, веморофенип для индукции длинных длительных ответов на брафингибиторы при меланоме. Итак, какие основные свойства иммунотерапии? Универсальность, длительное время для достижения эффекта, при этом высокая длительность и устойчивость эффектов, наличие иммунологической памяти, аддитивного характера действия и иммунопосредственных нежелательных явлений. Что касается универсальности, ну вот пример из области вакцин, методов усиления презентации антигена, вы видите огромный спектр заболеваний, при которых проходят и проходили исследования вакцин. Да, на сегодняшний день это не дошло до клинической практики еще, мы, наверное, многого не знаем, это сложная технология, но совершенно революцию вызвали препараты, которые влияют на тормозные сигналы в иммунологическом синтезе, ингибитор АЦТЛА4, ингибитор АПД1, здесь зеленым указаны препараты, которые зарегистрированы в России, соответственно, показания, в желтом те препараты, которые имеют регистрацию в мире, и вы видите, что список этих препаратов, он весьма велик. Ну вот как пример клинического эффекта пембролизумаб при диссиминированной меланоме мы видим огромную опухоль, которая за 8 недель лечения, это практически такие же эффекты, мы говорим о быстрых эффектах на таргетной терапии, но здесь это не таргетная терапия, это иммунотерапия, хотя и любая иммунотерапия таргетная, мы видим уменьшение опухолевых масс значительно, и, соответственно, этот эффект длился не только развился быстро, но и длится до сих пор, и уже в течение двух лет. Та же самая картина, светлоклеточные раппочки, другой препарат, прогрессирование после терапии антиангиогенные препараты, мы выражаем после двух циклов лечения, выраженный клинический эффект. И здесь может быть, в принципе, любая опухоль, еще один препарат, уротелиальный рак, выраженный, здесь это не уротелиальный, здесь это эпилиумаб и меланома, но выраженный клинический эффект, эффект, который развивается даже после окончания лечения. Длительное время необходимое для развития противоопухолевого эффекта приводит нас к необычному паттерну ответов. Мы все привыкли, что на цитостатиках быстро развивается эффект, или мы добиваемся некоторого, возможно, даже увеличения, потом усиления эффекта. Однако на иммунотерапевтических средствах мы можем получить до какой-то степени псевдопрогрессирование, реактивацию процесса или появление новых очагов, но, несмотря на это, в дальнейшем развивается выраженный глубокий эффект, который длится долго. Вот пример из наших случаев. Пациентка получала эпилиумаб. После окончания лечения в легких обнаруживались опухолевые очаги. Никакого другого лечения назначено не было противоопухолевого, просто через несколько месяцев эти очаги самопроизвольно регрессировали. И до настоящего времени, до сегодняшнего дня, она была буквально две недели назад на приеме, эти очаги не появились. Другой препарат, тоже рак легкого, другое заболевание. Опять-таки, буквально после одного введения выраженное бурное клиническое прогрессирование, ухудшение состояния, картина дыхательной недостаточности. Продолжено было лечение, все регрессировало, длительность эффекта составляла более 8 месяцев. Пациентка, к сожалению, умерла, но не от прогрессирования заболевания, а скорее всего от тромбоэмболии. И благодаря этому на сегодняшний день предпринимаются большие усилия по созданию системы адекватной оценки эффекта на иммунотерапию. Вы видите здесь историю развития системы оценки ответа от системы ВОЗ, которая была создана интуитивно на основании просто практической логики и ограничений из клинической практики по оценке очагов, которая потом перешла на 5 очагов, уменьшалось количество очагов измеримых, которые мы оцениваем, уменьшалось количество измерений, которые мы оцениваем. И вот система для иммунотерапии, которая новые очаги уже не расценивает как прогрессирование процесса, и либо включает, либо не включает их в опухолевую нагрузку. Последняя система была буквально опубликована в марте 2017 года. Но что хочется сказать, даже после прогрессирования иммунотерапия может оказывать эффект. Вот пример применения неволюмаба. Пациентов, которые получали его после прогрессирования, несмотря на прогрессирование процесса, мы видим значимое увеличение общей выживаемости. Какие выводы можно сделать? Что до развития эффекта может быть период ухудшения симптомов. Требуется убедиться в неэффективности лечения, требуется объяснить пациенту, что такое может быть, потому что пациенты очень волнуются из-за этого. С другой стороны, наверное, не надо использовать иммунотерапию пациентов с агрессивно текущими заболеваниями, потому что они, с одной стороны, могут не успеть, а с другой стороны, период ухудшения симптомов может быть для них критически важен. Высокая длительность эффектов. Вот пример здесь приведен, чтобы уменьшить гетерогенность исследований, только на примере неволюмаба. Но здесь может быть на самом деле любой препарат. И тот же пембролизумаб, и пилимумаб. Если мы видим эффект, мы видим высокую длительность эффекта. И не важно, что, например, здесь эффект получен у пациентов с метастазами в головном мозге. Все равно эффекты длится, эффекты длительные. Заметьте, многие эффекты продолжаются после окончания лечения. Та же самая картинка эффекта после окончания лечения и на других препаратах тоже при меланоме. Но обратите внимание, и стабилизация. В тех картинках стабилизации не было. И даже у пациентов со стабилизацией мы видим очень высокую длительность эффекта. То есть пациенты продолжают получать пользу, даже несмотря на стабилизацию процесса, хотя формально это не относится к объективному ответу. Но и эта история, в общем, не только про ПД1-ингибиторы или ЦТЛА4-ингибиторы. Впервые мы такое увидели на самом деле на интерлекине 2. Это самый, пожалуй, большой срок наблюдения на сегодняшний день в онкологии, где иммунотерапия приводила к излечению больных меланомой кожей и раком почки после полного регресса, если у пациентов было отсутствие прогрессирования на сроках более 3 лет. Видите, абсолютная плата, которая длится до 25 лет. Это очень большие результаты. И то же самое мы видим при меланоме. Разные препараты, но формирование того же самого плата здесь, вот наиболее длинные сроки, при эпильном умаме, здесь просто слишком молодые препараты, мы еще не имеем сроков 50-летнего наблюдения. Здесь у нас есть 10-15 лет, и эта кривая не падает. Та же самая ситуация при раке легкого, тоже иммуноонкологические препараты. Опять мы видим плата в конце, опять мы видим очень высокие результаты лечения, в данном случае в первой линии терапии. Иммунологическая память. Что хочется сказать, что ту иммунотерапию, которую мы назначали раньше, даже если она не сработала, она оказывает влияние на последующее лечение, потому что она меняет ситуацию. Вот пример исследования Чикмейт-64, где принудительно переключали пациента с Ниволюмаба на Эпилюмаб и наоборот. И от последовательности зависела эффективность. При последовательности Нивы и Эпи эффективность была практически в 2 раза выше, чем при обратной последовательности. У нас получилось то же самое, что Эпилюмаб лучше работает у тех пациентов, у которых проведено много линий иммунотерапии. У нас, естественно, это был не Ниволюмаб, у нас это были вакцины, цитокины, но и это даже влияло на последующую эффективность лечения. Вот результаты по общей выживаемости Чикмейт-64. Вы видите, что тоже Эпилюмаб с переключением на Ниволюмаб. Наоборот, Ниволюмаб с переключением на Эпилюмаб, он обладает лучшей выживаемостью. Но и иммунотерапия оказывает эффекты не только друг на друга, она оказывает эффекты на последующие лечения. Исследование, которое, казалось бы, не относится к теме, это исследование НЕМА, где пациенты с НРАС мутированной меланомой получали мекингибитор. Но при этом наибольшая прибавка в общей выживаемости была замечена у пациентов, которые получали адюватную терапию. Как мы знаем, при меланоме есть только один вариант адюватной терапии – это иммунотерапия. Ну и влияние на последующие лечения. Два исследования, одно наше, другое. Израильских коллег, которые показали, что применение вакцин до начала лечения Эпилюмаб существенно увеличивает эффективность Эпилюмаб. Посмотрите, насколько сильно расходятся кривые выживаемости. Здесь относительный риск смерти снижается на 48% при применении вакцин до этого. То есть это повод для того, чтобы задуматься о последовательности применения и об аддитивном характере действия. Все мы знаем, что если сложить ПД-1 и ЦТЛА4 ингибитор, мы получим значительное улучшение результатов лечения. Практически в два раза. Это сопоставимые по скорости ответы, но и по токсичности, к сожалению, уже с таргетной терапией. Но и комбинация цитокинов и иммунотерапевтических средств, она имеет значение. Посмотрите, здесь результаты сочетания ПД-1 и ЦТЛА4 ингибитора с антрофероном. Тоже те же длительность, та же высокая частота объективных ответов. Ну и если говорить о сложных случаях, мы всегда говорили, что иммунотерапия – это для пациентов, у которых хорошее состояние, у которых нет необходимости достигать очень быстрого ответа, то есть есть время подождать. На самом деле все не совсем так. Здесь вот последний исследователь, к сожалению, здесь это только фотография с презентацией, которая была на конгрессе ядов в мае этого года. Смотрите, здесь оба графика – это пациенты с повышенным уровнем ЛДГ. Но здесь они получали комбинацию Брафимик ингибиторов, а здесь комбинацию ЦТЛА4 и ПД-1 ингибитора. Посмотрите на однолетнюю выживаемость. В два раза практически выше результаты на иммунотерапевтических средствах. Конечно, это не рандомизированное исследование, но тем не менее такие данные позволяют задуматься. Ну и иммуноопосредственное нежелательное явление. В принципе, у нас нет органов системы, которые не могли бы быть затронуты иммуноопосредственным нежелательным явлением. И доктор, который начинает заниматься иммунотерапией, он должен всегда помнить о них. В принципе, спектр иммуноопосредственных нежелательных явлений очень и очень похож между различными препаратами. Весь вопрос в том, с какой вероятностью то или иное нежелательное явление будет вызвано. Но вы знаете, что вероятность – это количество пациентов из 100 человек, а у конкретного пациента это просто может развиться. И об этом надо помнить и всегда знать. Какое это более вероятно, какое это менее вероятно. Но если оно развилось, надо всегда об этом думать, и надо его правильно контролировать. Вот примеры. Сыпь, эпилеумаб, выраженная токсичность – первое нежелательное явление, которое мы видим. Но в принципе, очень похожая ситуация мы видим на интерфероне, не только при длительном назначении, причем даже при средних дозах. Я уже не говорю о высоких дозах интерферона, где мы поможем получить то же самое гораздо быстрее. Тоже сыпь, но уже ингибиторы PD-L1, в сочетании с ТЛА4 ингибиторами в данном случае, просто монотерапия ингибитором PD-L1 – это синдром Стивена Джонса у пациентки был на самом деле. Таким образом, мы можем получить выраженные эффекты. Здесь было все получено благодаря тому, что не совсем своевременно была начата терапия, и задержка была всего 3 дня. Через 3 дня после развития сыпи без глюкокортикоидов развилось уже фактически булезное изменение. Ну и по динамике развития. Перечень нежелательных явлений, как вы видите, это интерфероны, высокие дозы интерферонов. Она абсолютно одинаковая. Разная кинетика. Есть гриппоподобные. Синдром гептотоксичности развивается, нитропиния позже. Синдром депрессии и тревоги развивается крайне поздно. На эпилюмабе те же самые основные токсичности, но она имеет другую кинетику, другую вероятность развития. Опять-таки, она может развиваться долго после окончания терапии. Невлюмаб. Те же самые симптомы. Слабость, поражение кожи, поражение легких, поражение почки. Другая кинетика развития, но опять-таки, есть группа пациентов, у которых это может развиться позже. Мы еще многого не знаем о нежелательных явлениях, связанных с терапией, и многого не знаем о том, что будет после отмены терапии. Будет и продолжаться это нежелательное явление. Таким образом, иммунотерапия в онкологии на сегодня это метод воздействия на опухоль через использование иммунологических механизмов, и это метод обеспечения длительного контроля на заболевание. Мы пока не можем сказать, что это излечение, но мы об этом думаем. Он требует от врача учета особенностей работы иммунной системы и обеспечения максимальной эффективности и безопасности лечения для пациента. Безусловно, нам еще много предстоит узнать, и не только о комбинации различных методов лечения, которые здесь указаны. Здесь красным показано то, что мы не знаем, зеленым то, что изучается, зеленым то, что мы уже более-менее изучили. Нам еще много предстоит узнать о последовательности применения методов, потому что, как я уже говорю, это имеет большое значение, это влияет друг на друга. И здесь представлены возможные комбинации последовательности лишь у двух препаратов, у двух классов препаратов. А на самом деле все вот эти классы должны быть встроены в эту схему. И количество вариаций на сегодняшний день, которые нам надо изучить, оно, в общем, достаточно большое. Ну и заканчивать хотелось бы словами профессора Синникова, который в соседнем зале скоро будет делать доклад, что иммунотерапия на сегодняшний день – это искусство управления иммунной системой для лечения различных заболеваний. На сегодняшний день это так и остается искусством. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы к Алексею Викторовичу? Пока наши коллеги думают, Алексей Викторович, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чисто практически, как определить, псевдопрогрессирование – это истинное псевдопрогрессирование или это действительно другая проблема? Как быть практическим доктором? Ну, практически это крайне сложный вопрос. На что можно ориентироваться? Первое. У пациентов псевдопрогрессирование, как правило, либо минимально, либо отсутствуют новые симптомы болезни. Мы не видим клинического ухудшения, мы видим, как правило, радиологические признаки какие-то прогрессирования. Второй аспект, на который можно посмотреть, насколько была вообще иммунная реакция у этого пациента на лечение, потому что те же нежелательные явления, связанные с отеком, например, очков в головном мозге, они будут выглядеть как прогрессирование, хотя они могут сопровождаться другими иммунопосредственными нежелательными явлениями. Поэтому здесь надо взвешивать относительно наличия или отсутствия признаков активации иммунной системы на фоне препарата. Раз. Состояние пациента – два. И если это достаточно бурная картина прогрессирования, наверное, нет, особенно когда у нас нет времени подождать месяц и перепроверить, вот тогда следует переключаться. Если клиническое время подождать есть, пациент тоже может понять, что не надо еще уходить с этого лечения, или там надо осмотреться, не так быстро начинать терапию, то просто через месяц повторить исследование, и если дальнейшего ухудшения ситуации не будет, вот тогда это можно расценить как псевдопрогрессирование. Критериев на сегодняшний день жестких нет. В тех системах, которые я показал, псевдопрогрессирование подразумевает под собой преследующие оценки эффекта, то есть как минимум через месяц, а лучше через два, либо уменьшение появления новых очагов, по крайней мере отсутствия роста новых очагов, и снижение опухолей нагрузки в дальнейшем. Если такого не происходит, тогда это расценивается уже как настоящее подтвержденное прогрессирование процесса. Можно пользоваться этими критериями. Хотя все критерии, о которых я говорил, они разработаны для однообразного представления результатов клинических исследований, и в клинической практике во всех критериях, во всех статьях и критериях везде написано, что разница увеличения измеримых очагов между 19 и 21%, что является водоразделом между стабилизацией и прогрессированием, клинической нет никакой. Хорошо. И тогда такой вопрос. Была статья, у вас не знакомы, о гиперпрогрессировании. Что вы можете сказать? Гиперпрогрессирование на фоне лечения иммуно-онкологическими препаратами? С точки зрения, как я уже говорил, что у всех препаратов есть дуализм действий, наверное, новые иммуно-онкологические препараты в этом плане ничем не отличаются от старых, и действительно такой феномен потенциально возможен. Наибольшее описание этого феномена было именно в артелиальном раке, потому что время до прогрессирования и общая выживаемость пациентов на отметках где-то до 2-3 месяцев хуже на иммунотерапии, чем на химиотерапии. Потом все меняется наоборот. При раке легкого расхождение кривых такое же, ну, некоторое отмечается в начале, но не такое большое. Поэтому таких фактов сложно говорить. Очень сложно сказать, быстрое прогрессирование связано с иммунотерапией или нет, поскольку на самом деле скорость роста опухоли она тоже нелинейная, она может просто в какой-то момент времени достаточно резко в геометрической прогрессии вырастать, поэтому тут сказать сложно. Скорее всего, какая-то доля из этого есть. Как выделить пациентов, которых иммунотерапию назначать не надо, это вопрос времени. Я думаю, что он будет активно решаться. Спасибо. Спасибо. Тоже вопрос. Почему не работает иммунотерапия при метастазе в головной мозге? Или работает оно плохо? И из вашего опыта создалось ли впечатление, что опять-таки метастазы в кости не очень хорошо реагируют при иммунотерапии? Но с точки зрения прогностических моментов и старых исследований, где изучали цитокины, там было доказано, что метастазы в кости являются неблагоприятным фактором, по крайней мере, при раке почки и меланомы для применения именно иммунотерапии. Про данные с новыми препаратами я пока такой информации не видел. Что касается метастазов в головном мозге, то тут двоякая ситуация. Во-первых, проведено много исследований с ПТ-1 ингибиторами, которые показали, что они все-таки достаточно неплохо работают и в головном мозге. Но в те исследования включались пациенты со стабильными метастазами или с облученными метастазами. Проблема, мне кажется, в том, что они хуже работают в головном мозге, в том же феномене псевдопрогрессирования и отека. Потому что в головном мозге отек это критически важное состояние, которое может не отражать прогрессирование, но может очень серьезно ухудшить ситуацию. И может легко быть расценено как прогрессивное, потому что радиологически мы видим увеличение отека, и у нас нет времени ждать этот месяц, у нас нет времени на такой большой отек. В мягких тканях может быть огромный отек, и никак клинически не будет отражаться. В головном мозге это принципиально важно. Кроме того, все-таки иммунные процессы в головном мозге они опосредуются немножко другими клетками. И я думаю, что здесь просто у нас есть недостаток очевидной информации. Хотя на самом деле они работают, и надо сказать, что метастазы соленых опухолей в головном мозге это отменить не за барьерные ткани. Они сами себе выращивают сосуды, а умеют они выращивать сосуды только без гематенцефалического барьера. Поэтому в этом плане, по крайней мере, здесь все более-менее объясним. Мне вот кажется, что в большей степени сниженная эффективность это именно крайне неблагоприятное течение, быстрое течение заболевания, плюс особенности распределожения очагов, где воспаление и отек приводят просто к клиническому ухудшению. Уважаемые коллеги, вопросы есть у аудитории? Но пока нет, я думаю, что появятся. Алексей Викторович, спасибо вам большое.